Слобода Слободой обычно назывался посад, жители которого занимались государственной службой по тем или иным направлениям и именовались по их приказам или основным специалистам. Емская Слобода, Торговая Слобода, Кузнецкая, Гончарная, Пушкарская, Стрелецкая, Сокольничья, Солдатская, Матросская и так далее. Екатериновка – это Слобода Лискинского района, расположена в 20 километрах к юго-востоку от города Лиски. Площадь территории составляет 1,2 квадратных километров. Расположена она в юго-восточной части Лискинского муниципального района Воронежской области от областного центра города Воронежа в 135 километрах. Местоположение Слободы Екатериновки в центре русской равнины обуславливает умеренно континентальный климат с сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Рельеф поверхности территории равнинный. Возникла Слобода в начале XIX века. В 1843 году была построена церковь, а в 1859 году было 154 двора. Улицы, входящие в состав Слободы – это улица Мира, улица Тихая, улица Центральная. Слободой владел начальник Воронежского Михайловского кадетского корпуса генерал Александр Дмитриевич Винтулов. Названа Слобода по имени его дочери Екатерины. Винтулов Александр Дмитриевич родился в 1799 году, умер 22 сентября 1856 года в городе Воронеж. Военный педагог, генерал-лейтенант, из дворян Курской губернии, отец Николая Александровича Винтулова. Окончил первый кадетский корпус, учился с Кондратьем Федоровичем Рылеевым на военной службе с 1817 года. Участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов, подавления польского восстания 1830-1831 годов. До 1844 года начальник штаба 3-го резервного кавалерийского корпуса, первый директор Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Решительный противник зубрежки, много заботился о религиозном и нравственном воспитании кадетов. Способствовал становлению Воронежского Михайловского кадетского корпуса как учебного заведения. С июля 1942 года по январь 1943 года Слобода была оккупирована фашистами. На Лискинском участке Воронежского фронта в январе 1943 года с Щучинского плацдарма наступал 18-й стрелковый корпус в составе 309-й, 219-й, 161-й стрелковых дивизий, 129-й стрелковой бригады и 192-й танковой бригады, полка танков КВ, 2-я, 6-я и 10-я истребительные бригады дивизии ПВО в составе 217-й, 1288-й и 1289-й артполков ПВО, артиллерийской группы дальнего действия в составе 875-й, 119-й и 1112-й артиллерийских полков. Тыл 18-го стрелкового корпуса прикрывал дивизион бронепоездов, 2 единицы. На флангах корпуса были сосредоточены 2-й учебный батальон, 1-й батальон 727-го стрелкового полка, курсы младших лейтенантов, 4 отдельных стрелковых роты, которые образовали редкую оборонительную цепочку. Из расчета на 1 км фронта 50 солдат и офицеров, одно орудие и миномет. Советское командование сознательно рисковало, сосредоточив на главном направлении в ударный кулак все силы 18-го корпуса. Корпусу противостоял противник в составе 9-ти пехотных и 1-й танковой дивизии венгров. В оперативной глубине противник располагал 2-ю и 3-ю альпийскую пехотную дивизию итальянцев. А на правом фланге была реальная угроза флангового удара по 129-й стрелковой бригаде и 192-й танковой бригаде со стороны немецкой оперативной группы генерала-лейтенанта Ганса Крамера в составе 68-й, 88-й и 168-й пехотных дивизий и 700-й танковой бригады. Согласно приказу штаба 18-го стрелкового корпуса от 9 января 1943 года, решающий удар, корпус наносил основными силами сибирских дивизий и танкистами 192-й танковой бригады и танкового полка КВ. Он должен был прорвать и взломать оборону противника на фронте отметка 79.2-175.4 и к исходу дня выйти на рубеж – Михайловская, Екатериновка, совхоз «Красный пахарь». В дальнейшем 18-й корпус совместно с частями 40-й армии должен был окружить и уничтожить 10-ю, 12-ю и 19-ю пехотные дивизии венгров. К исходу второго дня наступать в направлении Каменка-Дегтярной. 14 января 1943 года после мощной артподготовки первый оборонительный рубеж врага был уничтожен. В течение первого дня 309-я стрелковая дивизия освободила хутор Михайловский, село Петровское, высоту 177.4, 710-й стрелковый полк 219-й стрелковой дивизии атаковал село Колыбелку. В 727-й и 375-й стрелковые полки этой же дивизии встретили ожесточенное сопротивление врага у населенного пункта Екатериновка. Причем 15 января противник перешел в мощную контратаку, которую удалось отбить. Красноармейцы 209-й и 219-й стрелковой дивизии сражались героически. Упорное сопротивление враг оказал у второй линии обороны. Пытался атаковать батальон 957-го стрелкового полка. К исходу 14 января 1943 года командир 18-го стрелкового корпуса ввел в действие второй эшелон, 161-ю стрелковую дивизию и танки КВ. В районе села Попасное 959-й полк понес большие потери. В районе села Попасное 959-й полк понес большие потери. Был контратакован Мадьярами при поддержке одного танка и трех штурмовых орудий. В критический момент выручили внезапным ударом 955-го стрелкового полка. Враг бежал. Батальоны 957-й и 955-й стрелковых полков при поддержке 192-й танковой бригады освободили колхоз «Красная заря» и вторая пятилетка. В течение с 14 по 16 января 1943 года в ходе Островорско-Рассашанской операции враг был разбит, Алискинский район освобожден от оккупации и приступил к восстановлению разрушенного транспорта, предприятий и объектов сельского хозяйства, а также оказанию действенной помощи войскам Воронежского фронта. На данный момент в Слободе-Екатериновка 105 наличных хозяйств и численность 271 человек.